Муза танца Далее было обучение, получение высшего образования, переезд обратно в Псаров. И волшебным образом я попала именно в департамент культуры. Не сразу, конечно, потому что школа искусства – это место, где собираются действительно настоящие профессионалы, и у нас на отделении. Но я рада, что я сейчас работаю, и получается, с моим первым учителем, с Любовью Анатольевной Рязановой. В школе искусств Алена Чухманова работает около трех лет. Привить детям любовь к такому сложному и одновременно прекрасному искусству – увлечь их в мир танца. Задача не из простых, признается педагог. Девушка считает себя строгим наставником. Дисциплина – важная составляющая успешной учебы. Я работаю на отдачу. Я от детей заряжаюсь такой неиссякаемой энергией, которая как раз вот дает стимул для своей работы. Я строгим преподавателем считаю, но мне кажется, детей нет. Вот, потому что, наверное, потому что я очень люблю детей, и они, соответственно, тоже дарят мне свое тепло. Самым маленьким воспитанницам Алены Чухмановой шесть лет. Их группу называют «подготовишки». Сейчас они изучают азы учебной программы и готовятся со следующего года пополнить ряды хореографического отделения детской школы искусств. Самые старшенькие – ученицы четвертого класса. Под строгим руководством наставницы они осваивают классические и народные танцы. Это мое хобби, потому что я тут добрый преподаватель, это хорошие дети. Мне тут нравится заниматься, потому что все очень красивое, изящное. Танцы красивые придумывают, комбинации. Мы тут занимаемся классикой и народным танецом. Мне больше нравится народный танец. Там комбинации легче запоминаются. Там туфли с кубоком. Канал 16 поздравляет хореографов с профессиональным праздником. Желаем творческих успехов! Праздник «Усатый хвостатый» прошел в Сарове в дни новогодних каникул. Это традиционное мероприятие клуб «Акбар» для владельцев и любителей собак. В этом году в нем впервые участвовали кошки из приюта «Мурдом». Полтора года клуб «Акбар» реализует проект службы помощи четвероногим. Волонтеры оказывают адресную помощь горожанам и их питомцам. Если хозяин больно, берут на себя прогулки с собак или поход к ветеринару. Сейчас на повестке дня помощь мобилизована. В декабре закончился третий этап проекта. Его промежуточные итоги подвели на итоговые мероприятия в дни новогодних каникул. Совместили его с большим праздником «Усатый хвостатый». Мы уже, наверное, последний раз его проводили в 2019 году, до пандемии. Сегодня док-шоу. Но док-шоу у нас получилось не только док-шоу, но и кэт-шоу. Поэтому у нас сегодня «Усатый хвостатый». У нас собаки и кошки. Новогодние мероприятия. Кошки у нас из приюта «Мурдом». Заодно, может быть, найдем хоть кому-нибудь хозяина доброго. Свершится чудо. Зона для кошек вызвала большой интерес у горожан. Взрослые дети с удовольствием играли с пушистыми обитателями «Мурдома». Кроме того, у гостей праздника была возможность сделать своими руками кошачью игрушку и передать ее волонтерам приюта. Но все же гладем мероприятия стали собаки. Мелкие, крупные, пушистые, голые. Представители охотничьих пород и собаки-компаньоны. С каждой можно было познакомиться, почесать за ушком и узнать у владельца о нюансах породы. Это малый группансон. Ей полтора года. Зовут ее Курочка. Это очень общительная порода. Она, несмотря на свой маленький размер, очень любит гулять. Особенно ей нравится первый снег. Ей нравится вообще быть веселой на самом деле. Подойдет ли она в семью с детьми? Да, они очень контактные, очень привязаны к людям. Нам нужно внимание. Еще один представитель собак-компаньонов, подходящих для содержания в квартире, вельшкорги Пемброк. На праздник эту породу представляла Джессика Хайлайт для домашних ежечка. Активной на улице, дома собака любит поваляться на диване рядом с хозяевами. Это очень дружелюбная, ласковая собака. Любит абсолютно всех. Очень любит тренироваться командам. Корги достаточно хороши для семьи, но зависят еще от самой собаки, от того, какие у нее родители. Потому что некоторые Корги очень общительные. Я бы даже сказала гипер, вот как наша ежка. А вот ее мама, например, она больше к семейным, то есть к чужим людям не очень хорошо относится. Но, в принципе, к своим они всегда очень с душой и любовью, наверное, в принципе, как и все собаки. Очередная возможность познакомиться с четвероногими друзьями у саровчан будет весной. В мае объединение Акбар проведет для горожан традиционный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». Воспитанники Икара приняли участие в первенстве Нижегородской области по боксу среди юношей 13-14 лет и 15-16 лет. По итогу состязания юные боксеры взяли два золота и бронзу. Первый бой для Рамазана Султанова на первенстве Нижегородской области по боксу оказался трудным, так как саровчанину попался опытный и сильный соперник. Второй бой прошел для иного боксера уже более легко, и Рамазан переиграл противника. В прошлом году саровчанин был победителем на областных соревнованиях, и в этот раз спортсмену удалось вырваться в лидеры. Рамазан Султанов занял первое место в весовой категории 42 килограмма. Александр Карасев провел четыре боя и в каждом одержал победу. По мнению спортсмена, соперники попались достойные и давали отпор. Первые два боя для Александра были втягивающими, так как это первые состязания в новом году. К тому же боксер столкнулся и с другими трудностями. У меня колени болят, из-за этого я там не тренировался долгое время. И этот турнир в этом году вообще первый, и в том году первый был. Поэтому первые два боя были втягивающие, потому что втянулся. Третий, четвертый, нормально, все хорошо прошло. Но несмотря на препятствия, саровчанин показал на ринге все, на что способен. Александр Карасев взял золото в весовой категории 57 килограмм. Кроме того, Александра отметили специальным призом, как лучшего бойца турнира. Саров на первенстве Нижегородской области в Дзержинске представлял еще один боксер – Кирилл Рожков. Он занял третье место в весовой категории 63 килограмма. По результатам соревнований двое саровчанина – Рамазан Султанов и Александр Карасев – вошли в состав сборной Нижегородской области. Они будут вызываться на сборы. Наверное, это будет город Бор. И дальше они будут выезжать, младшие возраста, выезжать будут в Самару 9-12 мая. А старшие юноши, они будут выезжать у нас 19 по 25-е в город Дзержинск. Сейчас ребята интенсивно готовятся к соревновательному сезону и новым боксерским турнирам. С 1 января на лыжной базе начал работать прокат лыжного инвентаря и сноутюбингов. В наличии порядка 55 пар лыж и 50 ватрушек как для взрослых, так и для детей. На территории базы есть несколько лыжных трасс, которые подготавливают бураном или ратраком. У нас традиционные трассы – это 5 километров спортивные, но по ней можно не только 5 километров проехать, можно проехать и 2,5 километра, и 3 километра, задействовав при этом поляну. Это трассы, скажем так, с перепадом высот, то есть для более профессиональных спортсменов. Есть также трассы, которые мы укатываем по поляне. Это 1 километр, 2 километра, 3 километра. Чтобы взять на прокат спортивный инвентарь, необходимо оставить в залог любой документ – паспорт, пропуск, водительские права. А у профессиональных лыжников сезон уже стартовал. Первые состязания прошли в ноябре в Хакасии. В декабре воспитанники с Шоратом также приняли участие в городских и во всероссийских выездных соревнованиях – в Тюмени и в Сыктывкаре. За более подробной информацией о прокате инвентаря обращайтесь по телефону 4 98 13. А за новостями спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» следите на сайте школы или в группе ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова